Всем привет, это Матлакас Чен, вы смотрите 29 серию прохождения игрушки Посейдон, Повелитель Атлантиды. В прошлой серии мы призвали Одиссею, он победил Сцилу, теперь нам нужно расширить пролив. И для этого нам нужно призвать Геркулеса. Так, нет, не Геркулеса, Геракла. Я теперь сам начал путаться. Так, где он здесь у нас живет? Так, Геркулес, так, куда бы тебя засунули? Давайте его пока здесь вот временно поместим, потом, если что, ну, эти вот, как бы, храмы, скорее всего, не храмы, а вот эти вот залы героев, они в следующей серии, скорее всего, пропадут. И поэтому можно будет потом заставить всякими лишними складами или чем-нибудь в этом роде. Так, Геркулес, что ему нужно? Ему нужен отличный доступ к науке. Ипподром! Ё-моё! Так, обсерватория. Хорошее покрытие всего города. И много-много вина. Ну, как минимум, наверное, Геркулеса тогда, раз ему нужно много науки, имеет смысл пересадить куда-нибудь сюда? Ну, то есть, вот, ну, вы поняли. Так, Геркулес. Потому что здесь у меня, как бы, наука есть кое-какая. Но ему нужно будет гораздо больше, и, по-моему, ему здесь надо будет построить... Как его? Музей. Ух, там даже все помещается. Отлично, пусть здесь музей стоит. Так, внезапно понадобились рабочие. 16 рабочих нужно. Так, у меня, кстати, здесь урожай. Вроде как только что. Или нет, где он давно был урожай? Так, на пищи запас красный 12 месяцев. Так, урожай в июле, апрель, май, июнь, июль. То есть, в принципе, ладно, нормально. То есть, сейчас у меня уже еды такой переработки, как раньше, не было, потому что у меня население увеличилось, и теперь им не так сильно это все нужно. Так, вам что нужно? Вам нужно больше ученых. Так. И, 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 и... Сейчас я подумаю, с какой стороны пристроить этих ученых. Так. Так. Сейчас, секунду, что-то я запутался здесь немножко. Дороги. Так. Вот мне как-то надо здесь вот построить дорогу так, чтобы вот эта вот штука, она как бы не мешалась. Сейчас, давайте тогда что-ли вот здесь попробуем пристроить наше все научное хозяйство. Так. Вот. Наука. Так, библиотека у нас есть. Давайте обсерваторию сюда поставим. И университет. Вот. Чудесно. Так. Нет. Давайте лучше я университет немножко с другой стороны построю. По той причине, что здесь вот у меня довольно прямая дорога. Ну, короче, довольно прямой изгиб, так сказать, реки. И поэтому, наверное, там имеет смысл будет построить порты для того, чтобы торговать. Так, дороги, дороги все нормально. Отлично. То есть здесь у меня сейчас будет развитие небольшое. Так. И на самом деле мне еще было бы круто сюда куда-нибудь приклеить еще один вариант развития науки. Давайте я попробую его сюда втиснуть. Надеюсь, у меня получится. Так. Что там еще из науки? Лаборатория. Лаборатория. Давайте вот так вот поставим. То есть вот так вот совсем впритык. Мастерская ученого. Замечательно вроде поместилось. И как раз смотрителя мы сюда оставим. Вот. Все чудесно. То есть здесь вот уже все замечательно поместилось. А эта с другой стороны поместилась. И сюда можно еще понатыкать много портов. И может быть даже здесь можно будет развернуть третий квартал. И, кстати, я вот насчет этого подумаю. Третий квартал нам нужен или нет. Хотя, конечно, сейчас этот разовьется. У нас народ придет дополнительный. И с рабочими пока что будет нормально. Но, наверное, надо будет еще дальше развить. Потому что... Ну, потому что надо будет развить. Так. У меня... А, у меня еще, кстати, вот это все еще добывается. Так. Позвольте. У меня морковь-то отключена. Так. Давайте ее лучше включим. Мурамор больше не будем добывать. То есть сейчас, по идее, обеспечение моркови будет нормально. И как раз то, что нужно. Мрамор пусть пока будет остановлен. Потому что мне... Ну, никаких храмов не надо строить. Ничего такого не надо. И как-то вот так вот. Так. Я сейчас думаю насчет еще одного квартала. Просто если третий квартал строить здесь, он может быть довольно далеко от наших складов. Может быть сюда куда-нибудь впихнуть еще один склад. Вот этот вот порт можно куда-нибудь пересадить. Куда-нибудь вот переклеить. Вот сюда вот может быть ставить очень аккуратно один такой вот квартальчик. Здесь, конечно, камешек отмешается очень сильно, но... С ним, наверное, можно что-нибудь сделать. Как-нибудь с ним совладать. Так. У меня только цех каменотеса. Поэтому я могу все деревья со спокойной совестью уничтожить. Так. Это у меня... Ива-Ех. И причем я с ним толком не торгую. Может быть мне понадобится... Так, кстати, сейчас уже июнь. Ничего-нибудь выросло. Так, позвольте. Запас пищ на три месяца. Уже июль. Так. Мне, наверное, надо будет все-таки торговать с этим Ива-Ехом. Или как его там... Так. Может быть сюда поместится. Еще один порт. Сюда. Кстати, вот здесь вот довольно круто расположить все порты, наверное, будет. Абсолютно все, что у нас есть. Так. Ива-Ех. То есть вот он помещается, но, к сожалению, тогда у меня начинаются проблемы с дорогами. Если подальше все это поразмещать, то, наверное, все будет немножко получше. Так. И по-Е. И его мы поставим сюда. Так. Спасибо. Кстати, на самом деле у меня этот даже... Местония плохо себя ведет. Короче, здесь... Все плохо с расположением... Портов. Так, ладно. Давайте тогда... Этого товарища вернем. Ну, куда-нибудь поближе сюда поставим. Так, отлично. Теперь здесь персонального смотрителя поставим сюда. Так, и что я там? Я продавал шерсть. Так, пусть сюда 20 будет. Вот, пусть шерсть продается. Может, сюда даже еще один порт можно будет уместить. В принципе, они довольно далеко располагаются от всего, что у нас есть. А, рыбу надо будет закупить. А то, боюсь, я не дотяну до апреля. У меня запасы пищи на один месяц. Да, уже ноябрь, декабрь. Нужно обязательно закупить пачку рыбы. А потом мы как-нибудь на моркови продержимся. И все. И потом у меня будет нормальное жизнеобеспечение. Так, все. А здесь я попытаюсь запихнуть еще один квартал. В котором у меня будут жить люди. Ох, тут, наверное, он будет немножко... Больше. И что здесь? Да, здесь, по-моему, на одну единичку больше домов. Но ничего страшного, потому что здесь у меня еще есть камешек, который, как бы, немножко портит мне застройку. Так что, я думаю, ничего страшного. Вот. А нет, по-моему... Нет, нет, все-таки на единичку больше просто. Ничего, немножко неправильной формы у нас будет этот квартал. Но вроде в остальном здесь все замечательно. Вот. Возможно, даже примерно столько же домов, как у меня обычно получается и получилось. Так. Далее. Что нам здесь нужно? Нужно взять на гору сюда примкнуть. А гору здесь вот прям вот замечательное место. Всем все хватает. Так. Давайте я буду еду продавать. Шерсть пока что мы не будем продавать. Потому что мне не так на продажу, что там особо не хватает. Так. Монумент счастья давайте сюда засунем. Затем... Все необходимые здания. Смотритель пусть здесь у нас располагается. Один. Лазарет. Пусть тут располагается. Фонтан располагается тут. Ты у нас тут живи. Еще сюда нужно вставить налоговую службу. Все. Ну и для красоты еще можно сюда библиотеку поставить. И в принципе все. Отлично. То есть квартал у нас еще один появился. Так. Сколько у него домов? Обычно сколько у меня здесь бывает их? 5, 5, 10, 20, 24 дома у меня обычно. А здесь их 5, 5, 5, 5. У меня здесь 25 домов. То есть нормально в принципе. Все замечательно. Пусть он потихоньку развивается. Как раз у меня с рабочими сейчас тогда все нормализуется. Возможно нормализуется в такой степени, что я смогу... зарплату даже понизить. Это круто. Так. Что у нас с едой? Запас пищи на 11 месяцев. Рыбы я закупил. Больше я покупать не буду. У меня морковь. Как раз ее нужное количество произвели за этот год. И все круто. Ладно. Так. Веркуляс. Как тебе наука? Вот. 2000 людей. Это круто кстати. Вот. Наука ему все нравится. Нужен ипподром теперь. Нужно всем... раздать и доступ к обсерватории. У меня... к двум... кварталам обсерватория есть доступ. Вот они две. Сейчас нужно еще к третьему пристроить где-нибудь здесь обсерваторию. Так. Можно конечно вот сюда вот развить хозяйство. Так. Знаете я наверное вот эту штуковину все-таки пересажу немножко. Совсем чуть-чуть. Так. Ну чтобы сюда можно было завернуть и здесь что-нибудь еще научное построить. Так. Обсерватория сюда поместится? Поместится. Отлично. Здесь будет обсерватория. Здесь будет университет. Да. Все. Пусть у вас такая наука будет. Так. Вот этот домик я наверное тогда пересажу вот куда-нибудь сюда. Вот. Отлично. Так будет гораздо лучше по-моему. А библиотеку я поставлю сюда. Здесь у меня будет еще один отросток. Где будет остальная наука находиться. Так. А именно. Лаборатория пусть располагается здесь. Мастерская ученого пусть располагается здесь. А здесь будет еще один смотритель. Диаметрально противоположно этому смотрителю. Все. По идее теперь покрытие смотрителями нормальное. Все замечательно. И все должно работать. Круто. Так. Безработные уже появились. Зарплата нормальная. 10 рабочих. Ну нормальный баланс. То что нужно. И по идее сейчас для Геркулеса все должно быть хорошо. Геркулес. Вот. Отлично. Теперь надо только закупить вина. В принципе у меня деньги появились. Они как бы капают потихонечку. Я наверное могу себе позволить вина закупить. Так. Вино надо закупать где-то здесь. Где его закупать. Импорт. Импорт. Это надо в импорте закупать. Вино. Вино мы закупим. Теперь осталось понять где же нам разместить ипподром. Наверное его можно разместить где-то вот здесь вот. Здесь в принципе хорошее место. Это место я на всякий случай оставлю. Если мне придет еще один квартал чего-нибудь городить. А ипподром. А ипподром можем здесь вот маленький скромный разместить. И у нас еще здесь место какое-нибудь есть на карте. Сейчас я гляну. Так. Здесь можно какие-нибудь потом дополнительные дома вроде храмов разместить наверное. Будет. Так. Так. Здесь кстати тоже можно. Если что потом еще один например элитный квартал очень маленький засунуть сюда. Он в принципе поместится. Так. На самом деле здесь вот еще место есть. Ну пусть оно будет для храмов. Например. Ладно. Давайте здесь попробуем маленький ипподром построить. Очень маленький. Так. Ипподром. Искать еще есть переход какой-то. Что за переход? А это по-моему можно ипподром построить. А потом поверх него дорожку привинтить. Ладно. Давайте начнем строить ипподром. Лес дополнительно уберу. Кстати. По-моему у меня вина закупилось. Сколько у меня вина закупилось? 16. А его нужно. Так. Где сколько нужно вина? 32. То есть вот. Звеном следим и параллельно строим ипподром. Так. Патром. Так. Давайте приступим. Что называется. Вот. Ага. Ага. Так. Чудесно. Так. Так. Надеюсь я здесь смогу. Нет. 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 К сожалению. Там мне завернуть не получится. Но поэтому надо заворачивать прямо здесь уже. Так. Так. Оп. Отлично. Так. 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 Сейчас я соображу. Да. В принципе нормально. Так. Здесь мы заворот сделаем. Здесь еще один заворот. Угу. Так. Здесь видимо опять нужно обязательно заворачивать. Так. И здесь нужно заворачивать обязательно. Так. Нужны рабочие. Сейчас разберемся с рабочими. Так. Кстати. Следить за виновным не получилось. Ладно. 24 нормально. Так. Ну что. Вот ипподром есть. В чем проблема. 16 стадии. В длину. Лошади правда еще нужны. Для того чтобы участвовать. Так. Как нет ипподрома. Ипподром я построил. Он просто не работает. Так. Так. А для того чтобы ипподром работал. Нам нужны лошади. А чтобы были лошади. Нам нужна пшеница. Я произвожу морковку только. Так. Кстати что у меня там с едой. 13 месяцев. Нормально. С едой у меня все хорошо. Пшеницу я нигде не могу закупать. Но насколько я помню. Мне пшеницу немножко дарят. Поэтому я наверное просто могу поставить здесь где-нибудь производство лошадей. И они сами как бы создадутся. Давайте какие-нибудь здесь поставим. Наверное. Так. Вот пшеница. Приехала. Главное чтобы пшеницу не съедали люди. Чтобы она лошадям поступала. Так. Вот. Вроде. Замечательно подходит. Так. Давайте я немножко совсем чуть-чуть расширю. Чтобы. Смотритель обрабатывал конюшни тоже. И кстати может быть даже я еще. Сам добавлю. Смотритель. Нет. Ладно. Пусть так все будет. Все замечательно. Осталось только подождать. Когда там вырастет достаточно лошадей. Так. И амфор с вином. По-моему как раз вот одной единицы не хватает. Вино когда соберется. Все будет замечательно. Так. 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 У меня вот по-моему склады немножко здесь заканчивается место на складах. Так. Рабочих не хватает что-то. Что-то их не хватает. В чем проблема? Вода им опять не попадает. Попадает не всем. По непонятной причине. Так. Может конечно здесь еще развить. Им нужно для этого продавать шерсть. У меня шерсть чуть-чуть скапливается. То есть наверное я могу им продавать шерсть. Народ что-то уходит. Откуда-то зачем-то. Так. Ну ладно. Так. У меня опять что-то слишком много пищи производится. Почему-то. Слишком много я морковных ферм насадил. Так. Как раз. Давайте выступим. Давайте я парочку ферм уничтожу. Чтобы у меня не так сильно много еды производилось. А то мне что-то уже надоело за ней следить. Но рано или поздно как раз здесь все сойдется. В плане количества сколько еды производится, сколько съедается. И все будет хорошо. Так. Это на ипподром что ли там? Так. Ипподром. А здесь в каком месте начало, в каком конец? Очень непонятно. Так. Еще один очень интересный вопрос. А ипподром может сгореть? То есть ему нужно обслуживание этого обслуживающего персонала или нет? Давайте я на всякий случай. На всякий пожарный. Поставлю смотрителя, пусть он следит за ипподромом. Хотя бы и он же каменный, что тут гореть-то? Мало ли здесь. На самом деле много домов, которые тоже вроде бы каменные, а не сгорают. В общем здесь сложно все. В этом плане. Так. Так. Так, лошади производится? Нет? Шмите, что-то нету. Так, Годесс, пожалуйста. Так, пушеницы нет. Лошади не производится. Или может она одна произвелась? Нет, здесь никто не готов к гонке. Вообще чудеса какие-то. Ладно, надеюсь, следующий подарок они напрямую понесут сюда эту пшеницу. Я очень на это надеюсь. Так, скоро у меня вот морковки вот создались. Запас пищи на 7 месяцев. Сейчас посмотрим, сколько будет месяцев, когда эту морковку рассосуют по углам. 10 месяцев, 12, 13, 14. В принципе нормально. У меня здесь еще рыбы немножко есть, так что 15 месяцев. Короче, пойдет. Главное, что у меня не полностью забились эти амбары. Остальное не так сильно важно. Так, так. Ой, вино, вино. Блин. Я совсем забыл про него. Сколько у меня теперь вина? 51. Короче. Все, осталось только забрать и с ипподромом. Ипподром. Ну, здесь, наверное, просто и безработные. Безработные. 8% безработицы. Это же много. Куда мне их отправить безработных? Можно, конечно, их отправить опять добывать камни. Давайте я лучше тогда увеличу количество складов, которые мне тут доступны. Чтобы туда рабочие шли. Потому что склады-то мне понадобятся, я думаю, довольно много в ближайшем будущем. Так что пусть все левые работнички идут на склады. Так, а что-то их все больше и больше становится, работничков-то. Так, ну ладно. Еще парочку складов. Сколько там, кстати? 12 работников. Вот, вот, 62,6% уже не так страшно. Ага. Так, так, так. Нормально пойдет. Так. Так, так. Ну и все, наверное. Осталось просто подождать, когда у меня появится достаточное количество лошадей. Лошадей, да и подроме. Подром, что, нормально, длина, нет? 16 в длину. Ага, ага, ага. Ага, ага, вроде нормально. Так, игра опять не торопится разгоняться. Ну, ладно. Так. Так, так. Шерсть пошли отвозить на продажу. В принципе, баланс у меня нормальный. Наверное, можно в одном месте отключить шерсть, потому что, ну мало ли, вдруг у меня еще здесь распределение загнется по городу шерсти. Потом, если что, я включу обратно. Складов немного. Так что с этим все хорошо. Так, кстати, а здесь сколько у меня этих? 15 рабочих. То есть, здесь у меня 4 штуки стоят. Это надо будет 60 рабочих. Давайте я этого включу обратно, пожалуйста, мрамора. О! А, здесь у меня 5 домов. То есть, это не 60 рабочих, а 75. То есть, ладно, нормально. Пусть они потихоньку производят. Может, мне этот мрамор понадобится. А, кстати, я могу раздать пока что излишки. Вот так, чисто, чтобы... Поддержать отношения с моими друзьями. Так, и тебе 8-9. И чтобы немножко разгрузить мои склады. Можно было и по 16 раздать, наверное. Ну, ладно. Да, пожалуйста. На здоровье. Ну, игра, давай. Мне нужна лошадь, вообще-то. Единственный способ собрать лошадей, это... Получить в дар пшеницу, и потом из нее вырастить лошадей. А то так я Геркулеса не смогу призвать, чтобы... Чтобы все работало. 1% безработных. Зарплата нормальная. Вроде все у меня уходит в плюсы, так что... Все очень круто. Прум-прум-прум-прум-прум. Прум-прум-прум-прум-прум-опилки. И кричалки, и опилки. Так, мне интересно, какие-нибудь храмы дадут в этой компании? Должны поедать. Так, ну здоровье. Прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум. Ой. Ой. Амбар развалился. Еще один амбар развалился. Тьфу ты, блин, зараза. Я же забыл-прум. Короче, вы поняли, что я забыл сделать? Так вот же я построил еще один Чтоб вас Видимо Оттуда Не доходил этот смотритель И не все проверил Короче вот И в итоге я Потерял всю еду Даже всю еду потерял Запаса пищи нету Так а вот это может быть уже плохо Кстати то что внезапно у меня еда Развалилась у меня есть чуть рыбы Совсем чуть чуть Так Я наверное на всякий случай пшеницу Оставлю на накопление потому что Сейчас у меня новый год будет Мне пришлет пшеницу Она будет накапливаться То есть она не будет накапливаться Ее сожрут нафиг И все Так шерсть идет Январь Февраль Март Апрель Так я до апреля проживу или нет Давайте я срочно у кого нибудь попрошу рыбы Да А то у меня внезапно вся еда пропала Которая была на 15 месяцев Или на сколько там О Как раз я изволила ускориться Так вот все Теперь пищи достаточно Немножко я продержусь Рабочие Зачем рабочие Так морковка Морковка появилась Так где пшеница Которую мне должны дарить каждый год Вот она пшеница Отлично Так давайте я сниму с накопления Куда ее понесут Пшеницу Надеюсь что Производство лошадей И что Пшеницы у меня уже нету Почему то Так давайте сделаем так Пусть В этом Амбаре Будет только Пшеница хранится Морковь как нибудь В других местах будет Так А у меня кстати Завалы Этой Шерсти Появились Давайте ее будем продавать Да Продавать 24 То есть вот Да У меня шерсть перерабатывается Так Еще мне очень много Много мрамора Просто Дикое количество Давайте я его Отключу Производство Давайте я его Раздам Опять Будем поддерживать Хорошее отношение С нашими Друзьями Так Так И опять Мрамор 16 штук Все Ага Ага Так Пшеница Пока На накоплении Так И вот Как мне сделать Так Чтобы пшеница Шла Исключительно На Производство Коней Это тоже Хороший вопрос Очень Интересный Как выращить Я пока Не знаю Так Так Может быть Мне Вот эту Штуку Пересадить Отсюда Поближе Вот Здесь она Так Довольно Удачно Вписалась 15 работников Нужно Пшеница Со Складов Так Лошади Производиться Должны Мне опять Придется Ждать Когда Так Что Пищи Недостаточно Опять Недостаточно Да Ладно Январь Уже То есть Видимо Мне Нужно Морковные Поля Больше Уже Опять Обратное Две верну Наверное Тогда Пожалуйста Рабочие Нужны Сейчас У меня стали Не уходить Из-за Голода Так Вот Сейчас Морковь Должна Распределяться Рабочие Должны Прийти Обратно В норму Потихоньку 8 корзин Пшеницы Вот Она Пшеница Она Как бы Накопляется У меня Пусть Она Накопляется Так Что там С едой Один Месяц Февраль Март Так Вот Сейчас Запас Пищи На 12 Месяц Сейчас Уже Нормальная Пища Но Рабочие Все еще Требуются То есть Вот Те Которые Обилились Голодные Они Ушли Так Еще 8 Каждый Пшеница Окей Давайте Подождем Когда будет Следующий Урожай Так Да Выступления Как раз Мраморных Плит Много Апрель Пожалуйста Пожалуйста Нужно Рабочие Это Опять Маленький Голод Но Еды У меня 9 8 10 Каждый Пшениц То есть Мне Все Больше И Больше Теперь Пшеницу Отдают Так Ладно Давайте Посмотрим Куда Пшеница Наша Пойдет Куда Ее Повезут Конюшня Ноль Пшеницы Так А Пшеница У меня 23 20 То есть Ее Разбирают На Еду Блин Так же Неправильно Что За Фигня Такая Почему У меня Лошади Не Выращиваются Вот Раза Опять Мне Еды Не Хватает Что Почему То Так Давайте Я тогда Попрошу Еще Раз Ящиков С Едой Почему То Раньше У меня Было Переполнение Еды Сейчас Не Хватает Так Пролив Тоже Надо Расширить Уже А Я Лошади Не Могу Произвести Потому Что Пшеница У меня Не Идет Что На Конюшне Вместо Этого Она Раздается Людям Зачем То Так Давайте Здесь Будет Обычный Тогда Что Пшеница 13 Февраль Так Вот Еда Теперь Есть Дополнительная Осень Немножко Пшеница Тоже Есть Урожай Собрали Распределили На 10 Месяцев Пища Есть Я Еще Построил Парочку Этих Ферм Теперь Морковки Должны Хватать Вообще На Всех Совсем Совсем На Всех А Где Моя Пшеница За Этот Год Так Рабочие Нет С Этим Нормально Все Март Апрель 14 Месяцев Пища 13 Нормально Так У Меня Все Равно Шерсть Перепроизводства То Даже Если Я ее Продаю Даже Продаю Везде Да Экспорт Шерсть Экспорт Шерсть Везде Продаю Так Пшеница Пришла Монумент Счастья Кстати Монументы Ну Я Наверное Потом Построю Так Январь Февраль Март Апрель Опять Урожай 15 Месяцев И Давайте Наконец Попробуем 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 Брать Накопление С пшеницей Пшеница Пшеница Здесь Пшеница 0 Если Вы Мне Ни одной Лошади Не Предведете Из этой Пшеницы Я не знаю Что я Сделаю Еще Пшеница 0 Пшеница Так Всю Пшеницу Съели Вот Что за Фигня Такая Короче Ладно Давайте С этим Разберемся В следующей Серии Потому что Эту Серию Уже Давно Давно Пора Заканчивать Я Уже Здесь 10 Минут Пытаюсь Заставить Продвести Вот Конюшню Коней Пшеницы Она Не Хочет Производить На этом Я Данную Серию Закончу Наверное Всем Спасибо За Внимание И До Следующей Серии Всем Пока